привет друзья и рад приветствовать вас на канале капитан герман и наверное вы забыли что мы их смены потому что мы стоим в новой калейдонии уже два месяца пустили корни хоть лодка сильно и не обрастает здесь потому что вода холодная но тем не менее нас ждет папуа новая гвинея и индонезия и вот мы собираемся сейчас переход поэтому будем показывать вам все подготовки готовы погнали я вас буду знакомить с нашей командой мы идем втроем и это у нас осознанный выбор потому что вещей у нас настолько много что две каюты мы не можем выделить а если кто-то будет стоять вот так вот в кокпите и постоянно держаться за поручень как в маршрутке то нам такой подход не нравится это другим яхтсменам мы так не ходим у каждого должно быть свое нормальное место но в общем не об этом речь вы готовы знакомиться с нашей командой и так знакомимся наш второй капитан на переход константин я шучу дима я вас решил запутать изначально что вы были запутаны всем привет я не знаю что сказать по этому поводу ты готов переходу ну да наверное а тебе не смущает то что в папуа там беспорядки немножко смущает будем бороться по мере поступления то пофиг мы так сто раз ходили так мы сходили сейчас супермаркет вот увидите как раз вот две палетки пива но это на сегодня на вечер а вообще вот мы купили 80 литров воды вам потом дина расскажет как она рассчитывает все на переход но с водой все проще 2 литра на человека в день продукты которые мы купили и на удивление несмотря то что новая калейдония достаточно дорогая страна сколько у нас получилось 500 долларов за 500 долларов то есть реально за большую 2 тележки воды еды и мы так и мясо купили там килограмм 7 на 8 ну то есть из таких даже несмотря на то что мы купили дорогие продукты по местным меркам 500 долларов я считаю достаточно хорошая цена так мы сделали инвентаризацию у нас суммарно 10 канистр это где-то там по 22 литра каждая то есть может там еще в синих канистрах там побольше бы там под 30 очки но в общем 200 на 220 литров мы заливаем дополнительно 250 у нас в баке и того у нас где-то там на 800 900 миль у нас будет запас хода так у нас сейчас задача мы будем подаваться на визы в попу новую гвинею это делается легко то есть нужно зайти у них есть специальный сайт единственное что им там нужно заполнить 9 страниц какой-то не потому что ну кроме своих паспортных данных там еще нужно кому звонить если что-то случится там короче полный список всякой фигни не нужно и вот мы сейчас подаемся на эти визы и должно быть все говорят что 10 минут занимает и типа не про ну все не сложно и еще мы написали email в попу новую гвинею в марину порта морсби это royal яхт club и ждем от них ответ так ну вот я сейчас вышел из таможни все быстренько оформили дали каких-то 4 бумажечки в общем здесь процедура такая сначала идешь в иммиграцию тебе дают штампики в паспорт и какую-то одну бумажку ты и приносишь в таможню они тебе дают еще пачечку бумажек это все делается буквально за там пять минут в иммиграции может быть минут 10 я потратил на таможне сейчас посмотрим что это займет у порт капитана и нам дадут duty free дизель что нам тоже очень нравится ну вот за мной порт авторите и они на просто дали свои бумажечки в общем все очень быстро поговорили с дядечкой такой великолепный капитан ждет нас в гости в следующий раз ну все а теперь идем собирать все в лодке покупать дизель и выходим мы идем сейчас оформляться в marine office и это единственное что осталось до выхода ну и заправка топливом у нас как бы в планах есть но это по пути кстати отсюда дурифа 11 миль марина 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 селин в сельму шуку линдуре дни о а то есть начало правый потом давай мне левый а окей давай левый походим я думаю бортом слушай подними фендеры пожалуйста на уровень борта как красиво боком я заливаю сюда по отсечке друзья вот мы и отчалили сегодня мы идем из новой калейдонии в попу новую гвинею 1300 миль сезон ураганов погодка нас ожидает разная от хорошего ветерка в начале в новой калейдонии до штилей и потом до встречного ветра уже ближе к папуа сейчас мы еще идем середине барьерного рифа но уже раздуло можете посмотреть такие волны ну не то чтобы прямо сильно там ай-яй-яй но с учетом того что это внутри это так мощненько сейчас у нас последняя стадия выхода из рифа мы уже практически находимся вот в этом пусть и в разрыве мы идем под одним парусом мы не ставили только хэд и скорость около 6 там иногда чуть больше иногда чуть меньше большой дрейф потому что парус один вот ну и дует до 30 на порывах так что приходится так очень аккуратненько вы хотите на самом деле здесь широкий выход ничего такого особенного не нужно делать ну просто немножко больше внимания надо чтобы было ну все вышли из рифа из бухты ухты мы вышли из бухты вот там находится риф посмотрите у нас появился уже такой импровизированный океанический свой такой микросвель чик какой-то матюк ливый ковбой тут зарет в общем мы сейчас поворачиваем еще немножечко отойдем в сторону ложимся на курс прямо на попула новую гвинею у нас только что отвалилась энмея а все очень просто провода которые подключены энмея 2000 сделаны из беда играды и был материалов то есть из говна и от солнца от всего они разрушаются и разваливаются поэтому пришлось отрезать вот этот вот маленький приборчик сделать пусть пусть проводу прав проводу снять и все перепаять теперь у нас работает и нижний прибор и основной прибор то что мы уже идем на курсе уже прямым курсом взяли немножечко там буквально на 10 градусов в сторону австралии это так удобнее за счет стратегии ветровой потому что там будет вечер мы сможем подкорректировать угол так как нам нужно ну до порта морсби 1300 23 мили осталось от рифа мы отошли на 15 миллиард точки выхода между рифов из рифа на 15 миль мы отошли и в этом направлении будем двигаться красивый ну что доброе утро у нас очередной день вы видите солнца светит нам сзади это значит новый день настал ну и как обычно утро кофе а что ночью было да в принципе ничего не было вот как шли так и шли немножко иногда корректировали курс потому что вы знаете что на восходе обычно атмосфера еще не устаканена и ветер может гулять там левее правее вот сейчас тоже а где-то до 20-25 градусов ветер гуляет мы идем немного левее мы в принципе ну как обычно смотрите сколько птичей так смотрим кто это с нами рядышком плывет все одиссей это у нас танкер идет новую зеландию так вы что идемте проверять батареи вы же помните мы стояли постоянно шел там какой-то дождь там все дела а здесь солнышко и вот внимание бак у нас показывает так потому что на крене у него датчик на самый верх залип ну вот сто процентов батареи у нас панели дают еще там чуть-чуть выдают на нашу dc system панели которые ну вы короче наши вот солнечные панели которые питают лодку еще выдают всю энергию которая нам нужна батареи больше ничего не берут сто процентов поистину лодка для офшора заряжается только в офшоре на берегу не хочет ну что всем доброго утра у нас сейчас штат стоять число второй день 8 утра очередной расход на 1 восход уже был давно потому что вахта не моя с утра на 8 у на 8 метра лавка уже расход был давно восход в общем сейчас я буду делать кофе у нас тут ночью конечно нам раздавала все мокрое сейчас уже подуспокоилась прилетала конечно бодренько вы еще видите ноги волны проходят но напоминаю что мы идем в таком красно-черном и на ночь немного раздува сегодня день еще будет такой же может быть подраздувать но в принципе уже должно все быть в такой прогрессии и успокаиваться нам осталось 1122 мили давление 1013 то есть хорошая ветер стабильно дует нам в спину и мы держимся на дедране минус 10 градусов 15 чтобы было удобнее комфортнее идти и скорость наша сейчас около шести узловые и мы идем на переднем парусе за риф ли нам на первый риф то есть по ветру я думаю что так как аппарат у нас там чуть чуть больше 20 то тру ветер там 27 наверное ну а если иногда дует и 30 поэтому приходится сейчас с этими волнами иметь дело время осмотра для того чтобы в такой вот погодные условия в таких было безопасно просто нужно сказать кому-то что ты вышел на палубу чтобы предупредить а еще мне могут сказать как это в таких условиях ты без жилета с чего нужен то есть жилет нужен когда плохие условия у вас есть шанс выпасть выпасть а сейчас когда все смотрят и в этот же момент развернут лодку и просто это приведет к количеству матюков то жилет не нужен и не смоет хейт разжигает а чё ты без жилетки по той же причине боишься и болтик сейчас покажу но это не страшный болтик так тут вроде все нормально у нас он на парусе трещина но я думаю что это выживете пока так чуть-чуть перетираются видите на облачке у нас веревки надо будет подтянуть немного меня спрашивали по поводу температуры воды температуры воздуха я думаю что температура у нас сейчас градусов 29 30 но за счет того что есть такой параметр как винчел фактор то достаточно прохладно и хочется надеть на себя какую-нибудь кофточку но пока у нас сейчас 12 20 то в принципе еще пару часиков можно без этого и обойтись температура воды градусов наверное 28 под нами глубина около четырех километров а еще я вам хочу показать одну очень отвратительную историю я думаю что у нас панели не работают угадайте пиздец просто для пиздец так ну все получилось пришлось правда залезть и держаться там за бум и щеточкой помыть сверху не прямо идеально идеально но хорошо на удивление отмывалась а да вы птицы надо их гонять будет сильно скорость у нас сейчас очень серьезно падает у нас я думаю средние чуть больше четырех потому что apparent wind 12 как вы понимаете при таком ветре на обычных парусах уже нужно менять на что-нибудь побольше но к сожалению у нас на ночь этого никто не делать не будет потому что может раздуть пока еще атмосфера не устаканилась поэтому будем ползти ночь ну и смотреть если может с утра будет что-то по другому или будем менять другие паруса идти дальше что ты готовишь такое мясо морковь лук будет мясо с картофаном даже звучит уже хорошо мясо запасенное великолепного острова нюкаледония нюкаледонская корова ну что у нас ночная смена начинается ой у меня сегодня первая вахта и вообще втроем по три часа дежурить очень великолепно потому что у нас получается можно спать 6 часов а потом выходить на вахту и самое прикольное что все понимают что кому и надо делать поэтому можно просто включить режим сна пустить сопли и не просыпаться но мэтр вот очень прикольный формат вахтинга и вахтинга так под козеру идем у нас ветер сейчас тут его чуть чуть больше чем под мотор и вот как раз нам достаточно для того чтобы идти в районе пяти узлов мы уже сейчас прошли немножечко больше 400 миль от нумея от новой каледонии и ветер у нас спадает у нас проблемка помните код зиру вот он у нас валяется на палубе а все почему оборвался хальярт упал воду мы парус вытащили вроде как бы без каких-то приколов потому что его сдуло так наружу и мы его просто начали занимать поэтому сейчас у нас будет сохнуть мы вот так обвяжем чтобы он не раздуло потом и как приедем будем проводить новую веревку и думать что с этим дальше делать потому что нас еще порвался вот парус основной по шву но у нас есть запасной поэтому у нас вот такой переход на 400 миль минус два паруса вернее один парус один хальярт вот такая себе статистичка так чтобы парус пока не разлетелся я его связал веревочкой пока он у нас будет лежать здесь потом его разберем и будем приводить в порядок смотреть что делать с халердом хальярт вот привязали чтобы он вниз не усол там наверху его кусочек болтается в общем на ремонт на ремонт быстрее что там грозишь печенье с чайком жалко мне печенье его бы быть есть я так мы сейчас идем на здесь глубина два с половиной километра а буквально через 10 миль вот где здесь начинается полосочка уже километр еще чуть-чуть 380 метров и потом уже будет здесь вот 20 и вот так мы будем идти по где-то 500 километр вот так вот проходе мимо пассажа и нам вот сюда до точки входа у нас все четыре мили где-то так что придем уже ночью опять эти злодейские птицы нам гадостей наделали хуже у нас только что за нами такая большая рыба плыла непонятно что это где-где вот прямо а да вот она здоровый такое если поймать мы его не вытащим и мы вот даже если вытащим как мы вытащим это на значит это наполк на полк народу еды блин да вот он идет за нами я сейчас подходим к рифу вот здесь вот где-то в миле полторы глубина 20 метров она конечно все выглядит просто как океан и непонятно но если посмотреть на чарт плоттер там это знаем сейчас мы идем здесь уже глубина под нами наверное метров 350 до 500 там мель спереди вот туда вот мы идем левее тоже будет там 7 метров 10 метров на этого скорее всего видно не будет потому что это все равно большая достаточно глубина а в 20 милях вот туда уже начало нашего рифа и я думаю что скоро мы туда придем идем мы без парусов потому что у нас джип порван и кодзиро обвалился но нам осталось чуть-чуть дайте тому же это все снимем и поменяем так как у нас есть и запасной джип и запасной кодзиро и все запасное есть поэтому надо будет просто немножко времени потратить и все перепроложить в нормальное состояние за нами целая стайка рыб вот прямо под нами много ну вот мы уже сейчас повернули где-то 10 направо и нам нужно обойти вот эту вот часть там глубина около 20 метров но увидите здесь 20 здесь такая же а вот там где мы идем около полукилометра ты готовишься в азию вспоминаешь как готовить азиатскую еду как же все это к пункт так ну вот мы повернули сейчас уже вдоль вот этой мели вот эта большая мель умели мелководье мы прошли вдоль вот этой банки мы повернули налево сейчас у нас где-то метров наверное 500 глубина может ближе к километру и вот мы идем сюда у нас до рифа будет около одной мили даже чуть больше там 1 и 6 и здесь мы повернем и пойдем вот сюда вот так вот сейчас мы уже подошли к краю острова я ставлю следующую точку куда-то сюда на здесь но в принципе устраивает и нажимаю go to курсор вот он нам считает маршрут говорю да и все и мы поехали направо так как мы далеко еще не зашли как раз можно посмотреть на нашу скорость это за счет того что у нас здесь какое-то встречное течение вообще на всех углах островов очень часто бывает wind acceleration и wave acceleration но так как тут ветра у нас сейчас нет у нас 11 7 ну wave acceleration есть то есть сейчас здесь волны увеличиваются сложно сказать что видно здесь на камеру ну вот у нас идет красный огонек а левее него белый и белый огонек это луна и вот от нее идет лунная дорожка сейчас мы едем под нами один километр глубины где-то через три мили мы будем поворачивать внутрь атолла не знаю как это все показывать но придется верить на слово заходим не атолла не видно ни луны не видно все черное и луна залезла как раз за горизонт поэтому заходим просто по карте как в компьютерной игре как определить что мы заходим в атолл посмотрите идет компенсация наша скорость 1208 это мы так заезжаем нам по умели ехать полчаса сейчас заходим в атолл у нас больше 2000 оборотов скорость 0 9 и нам нужно как-то туда зайти потому что мы на месте стоим так вот они наши мучения у нас скорость 2 и 6 еле ползем и уже вроде приметили место где все бросать у нас с 11 метров глубины мы отъедем немножечко подальше потому что там всякие рейки дима готовит уже лодку к якорингу так ну все мы бросили якорь у нас 10 11 метров глубины 60 метров якоря качает здесь неприятно что здесь происходит вообще вот так это все выглядит черн это собственно все что здесь есть поэтому уже будем завтра смотреть что с этим всем делать и что вообще тут случилось и смотреть что будем дальше делать и где стоять мы находимся на атолле честерфилд и вот сейчас идем на другую локацию потому что здесь качает вы хотите узнать больше про честерфилд атолл в этом выпуске я вам это не покажу подписываемся на канал проверяем колокольчик потому что в этом выпуске мы будем рассказывать вам только о переходе а в следующем я вам покажу про атолл честерфилд ну чтобы сделать такой небольшой тизер за травочку честерфилд атолл это территория принадлежащая французским заморским территориям и частности новой каледонии которая собственно за этой акватории и смотрит здесь очень уникальное место потому что чтобы зайти сюда нужно получить специальный пермит из новой каледонии но мы сюда зайдем и я вам покажу насколько уникальный клочок земли этот атолл честерфилд потому что здесь огромное количество птиц есть черепахи акулы и вся вот живность сюда приходит для того чтобы выращивать своих детей и мы на это все будем смотреть мы уже много почитали и рассказ будет супер интересный поэтому оставайтесь с нами на нашем канале на следующей неделе будет выпуск про честерфилд атолл и дина будет много всего интересного рассказывать про дикую природу а мы сейчас едем на другую локацию там бросаем якорь и собственно далее выходим и продолжаем наше путешествие в сторону по по новой гвинеи поэтому скоро новый выпуск про атолл честерфилд выходим у нас утра идем дальше на выход из этого великолепного атолла честерфилд и наш путь будет в попуа новую гвинею под морсби до него нам 926 миль но наверное будет там около 1000 за всеми рулежками на ветер там и все у нас большой парус код zero поднят мы идем сейчас у нас градуса 80 остренька но еще где-то мили полторы мы пройдем и у нас будет мы повернем направо там градусов на 60 может и будем идти почти в даун винт смотрите у нас сейчас какая сложность вот мы идем нам нужно пройти между этими двумя милями мы не можем идти левее не можем идти правее и у нас если ветер раньше был допустим минус там 180 то вот в этом курсе у нас посмотрите 160 это плюс это значит ветер дует нам с правой стороны а парус у нас стоит на правую сторону то есть как мы этого добились мы поставили пул его расперли в сторону и у нас есть возможность идти с ветром который надувает вот с этой стороны даже на правую сторону нам нужно пройти буквально 2 мили вот с таким вот ветром как сейчас а потом мы можем повернуть налево вообще убрать пул и дальше двигаться куда нам нужно вот такая вот у нас сложная задача а менять парус это сложно его надо скрутить развернуть на другую сторону при этом должна быть какая-то тяга то есть запускать мотор намного проще сделать так чтобы мы вот этот батл нек прошли и дальше уже смогли двигаться на выход из атолла с нормальной скоростью и на нормальном ветре и наша стратегия оказалась успешной смотрите вот мы прошли вот этот батл нек между ними чуть-чуть повернули налево у нас сейчас это далеко этого не будет видно потом мы чуть-чуть подвернули налево у нас минус 165 доходим сюда и здесь поворачиваем уже у нас будет с левой стороны ветер то есть все как и предполагалось а потом когда мы выйдем из атолла мы повернем направо и у нас надо будет поставить парус на левую сторону потому что мы будем идти старборд так или правым галсом все у нас мы сняли пол потому что у нас сейчас ветер минус 160 и пул когда ставит парус сильно в сторону и идет срыв потока то есть мы пул убрали потому что у нас сейчас просто обычный штатный режим вот это слева от нас это последний остров на анатоле и вот вы видите спереди перед нами уже открытый океан слева еще риф мы выходим на большую воду и начинаем двигаться в сторону папула новой гвинеи наша скорость полтора и вот мы идем у нас угол это наш хеддинг а стиринга 90 градусов здесь получается вот так вот видно течением волочок а то что до кверху но мы все мыши стражей так начали разгоняться у нас скорость 2 и 2 было 2 и 1 и вот у нас уже мы начали чуть-чуть даже я уже подвернул на 10 вправо потому что мы начали сильно заваливаться на юг ну я думаю что нам осталось пройти тут вот 0 69 мили это до точки то есть где-то пол мили и мы уже нас выплюнет наружу и все так вот мы почти уже прошли отолк вот это канал и вот мы находимся уже возле самого севера мы сейчас вот так продолжаем движение доходим до нашего маршрута и поворачиваем на север этот маршрут на попула абсолютно ровная вода а вот там вот вдалеке идет турбулентность это как раз туда туда заливается все течение у нас впереди вот такая вот погода и даже есть ветер чтобы надуть парус поэтому пойдем сейчас поменяем на большой у нас будет сейчас одинакер код зеро уберем потому что его маловато и будем идти под большим парусом ух ты халят давай вот видите лейбочка лейбочка это ближе к галсовым это галсовый угол обычно всегда так но не во всех парусах вот у меня был точно похожий парус но у него это лейба была вот здесь а Субтитры создавал DimaTorzok Скажи, пожалуйста, на что у тебя? Покажи воблер Вот такой кальмар у тебя великолепный А у меня сокотрянский воблер, мы будем его сейчас использовать, пробовать Из самой сокотры Сокотрянские девственницы делали это своими руками Из пластика Из пластика Мы заходим в ночь, посмотрите, у нас тут луна и лунная дорожка Но сегодня еще не полнолуние, полнолуние будет, наверное, завтра, но все равно великолепно Мы идем под большим парусом под Геннакером, но его, скорее всего, уже не будет видно У нас начинается ночь А что это у тебя тут за роскоши и богатства? Что ты делаешь? Что я делаю? Свои новоприобретенные богатства сортирую Заценил сколько? Да, заценил Много Утро очередного дня За ночь чуть-чуть под раздуло, мы начали идти быстрее У нас даже сейчас скорость в районе 4, а ночью даже было и 6 Как обычно, под утро и на закате сильнее раздувает И вот на рассвете даже был дождик небольшой Из-под кучи там под 14,5 подула Для Геннакера это много, потому что мы его уже обычно убираем на 12 Ну, было там на минут 5 такого йо-хо-хо Но я даже не уходил в даунвинт То есть было все быстро, но подконтрольно Обожаю это Кофе с утра У нас тут небольшая проблемка случилась Когда снимали большой парус, потому что немножко передозило Веревка, которая насквозь проходит через носок Она то ли порвалась, то ли развязалась А пришлось аварийно убирать парус в салон Ну и видно, когда мы его аварийно убирали Вот он тут у нас немножечко заболел Поэтому сейчас будем это шить Этот парус нужен, потому что у нас в ближайшем обозримом будущем Предвидится слабое ветра И сейчас мы идем на код зеро Но нам нужен большой парус, потому что ветра будет еще меньше Поэтому сейчас у нас будет кружок кройки и шитья Субтитры подогнал «Симон» 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 готовимся прячемся убегаемся собираем вещи и сносим их да это туда к спину нерзенько весьма друзья всем доброе утро у нас очередной день день великолепный утренний копия супер в общем у нас ночью выключился ветер но это по прогнозу будем и моторе так еще наверное дня три потом начинается дальше ветер то есть по прогнозу погоды все соответствует и по нашим планам все соответствует то есть у нас до 5 дней моторинга мы приняли ok нам по топливу совпадает с нашими планами итак у нас 627 миль нам осталось до порта морсби ветер у нас близится к нулю и волны но вот могу вам показать как это сейчас выглядит спиннинг на забросе рыболовица но все у кого плоская водичка у нас сегодня из планов нужно поднять спина кир вернее генокер вот он который мы зашили чтобы он чуть-чуть просох упаковать его в мешок и положить в локер то есть это вот наш план из таких задач которые по лодке нужно на сегодня сделать я вам показывал вчера большой трафик вот смотрите у нас эти лодочки уже есть сейчас я вам покажу это у нас кто англо баринтус идет в австралию карго 29 метров скорость 12 это небольшой грузовик который едет в австралию в общем у нас с ним расхождение себе 17 миль то есть это очень далеко можно даже за ним не следить такси а ну все у нас с парусом все хорошо насколько я вижу значит мы еще все работает пять минут он сейчас просыхает на его сворачиваем обратно снимаем все запихиваем блокер потому что нам потом на нем идти еще какое-то время когда будет дуть я думаю так у нас на деке сейчас лежит вот этот серый это у нас генакер а белый это нас под зеро то есть у нас вот сейчас наши паруса здесь мы их не прячем потому что у нас ожидается просто моторинг ближайшее время так и будем идти про утро у нас очередной день и помните я говорил что мы входим в зону где уже появляется трафик ну давайте я вам покажу у нас есть вот раз-два то есть уже появляются на горизонте видите на горизонте левее тучи идет это судно и таких у нас за ночь было штуки 3-4 и дальше будет только бойся у нас сегодня невероятно жаркий день и сидим себе в тени очки солнечная погода абсолютно нету ветра в общем такой вот у нас сегодня яхтинг моторим и завтра только с вечера у нас должен начаться ветер а пока вот такое вот все так как вода спокойно и смотрите что можно делать кто-то так ноги мочил посредине тихого океана на ходу так вот увидите здесь идут лодки это как раз мы прошли то что я вам показывал путь по которому идут с севера на юга с юга на север мы уже зашли сюда дальше и у нас больше трафика не намечается до тех пор пока мы не дойдем ближе у нас уже накопилось пару мешочков с мусором прикол в том что у нас мусор весь не вонючий потому что здесь у нас увидите только пластик весь вонючий мусор идет вот туда то органические имею ввиду а пластик мы просто собираем у нас вот снизу уже стоит один мешок он сейчас пойдет в кузике его только вынес потому что ветер у нас дует оттуда соответственно по старой привычке чтобы уходил туда но у нас мусор не воняет поэтому можно его хранить где угодно а как приедем на землю уже конечно же его выбросим у нас второй день мы идем под мотором вот что у нас вот злодейские птичьи посмотрите зато какая красивая ровненькая водичка мы сейчас находимся уже поближе к экватору то есть постепенно подъезжаем и естественно вот в экваториальных водах вода плоская хотя нам еще до экватора так достаточно далеко где-то не наверное 800 именно до самого экватора ну пока мы уже входим в зоны безветвие зоны когда низкая ветровой нагрузки поэтому будем ловить ветер может быть сегодня вечером начнется под большой парус а потом уже после большого паруса он увеличивается увеличивается и может быть до порта морсби мы дойдем уже под парусами пока у нас 450 миль до нашей конечной точки и я думаю что когда начнет ветер дуть у нас останется меньше 400 здесь спереди хорошо а вот смотрите что там мамочки но она вроде имеет такое достаточно локальный неприятный вид но надеюсь нас не по заливает и будет пройдет мимо потому что очень не нравится мне когда влажно жарко и еще и дождь идет но нам в любом случае туда там хорошо там попула но вот этот дождик к нам пришел он небольшой там же один фронт и вот правее 2 я думаю что они сейчас пробегут мимо посередине утку намочат такими маленькими капельками неприятными отбой у нас нож прошел и выглянуло солнышко хоть там еще тучи вдалеке но у нас уже здесь виднеется край вот этого вот серого она сейчас вот так вот туда проходит у нас будет опять солнечная погода здесь нас тут дина сейчас наготовила таких вкусняшек у нас пюрешка с салатом и сосиски как ты сделала эти сосиски великолепные приятного у нас важный процесс идет мы сейчас будем дизель подливать вот уже канистры едут сюда а здесь у нас такое великолепие мусорные пакеты сейчас у нас поедут обратно в тузик у нас тузик мусора мусор мусоровоз так мы влили 5 канистр это чуть больше чем 100 литров потому что в каждой канистре по 22 23 насколько влезет мы их доливали именно по верхняя горлышко у нас сейчас 194 литра топлива и еще 40 литров у нас в запасе то есть грубо говоря у нас полный бак нам осталось идти 400 миль в принципе мы даже если будем идти на моторе ну вот прямо так на тоненькую проходим но у нас впереди ожидается несколько дней хороших ветра поэтому я думаю что мы будем в зоне безопасности потому что хотя бы пару дней нам нужно чтобы мы прошли под парусами уже потом будет видно что уже будет непосредственно на входе может надо будет чуть помоторить но нам нужно чтобы у нас осталось топлива в запасе всем доброго утра у нас очередной день вернее утра очередного дня вахта димы вахта не моя я сейчас не играю а счет веду в общем на за ночь столько всего произошло ну самое главное начать нужно раз того что актуально у нас выключился ветер но чтобы вы понимали перед этим мы уже всю ночь идем на большом парусе ветра у нас вообще нет видите то что происходит просто повис и висит у нас по прогнозу должно быть где-то 12 14 тру поэтому мы идем под большим потом что из такого еще ночью происходило у нас здесь на верхнем на первом спредере сидели птицы и эти злодейские птицы нам сделали просто аляр моя бомба смотрите на люк это просто какой-то злодейский кошмар но это не только здесь вот посмотрите на люки наши они просто об отбомбили всю нашу лодку такой короче запах курятника такое любит стоит фу сейчас надо будет мыть ну и что там сейчас я посмотрю нам осталось короче нам осталось 343 мили до порта морсби боже это у нас еще не все вот у нас великолепно обосранный гриль боюсь себе представить что у нас солнечными панелями ну как бы странно не звучало солнечные панели чистые наконец-то они поняли на что я ругаюсь и решили обосрать всю лодку панели не трогать так ну что пойду если сделаю кофе что делать может спинакер поменять непонятно ветра просто ветра 0 выключили просто так смотрим сколько же нам осталось топлива с топлива осталось 172 литра это топливо которое в баке и еще 40 литров у нас канистра в последний вздох и того у нас 210 литров сейчас топлива и суточном расходе в 50 литров у нас на 4 дня то есть 340 дней нам идти миль нам идти в общем даже если ветра вообще не будет мы должны дойти на сухом баке на сухих барах так где это злодейство у нас весь переход с ними борьба реально обосрали всю лодку странно то что здесь барракуды обычно водятся не в открытом океане они водятся где-то где есть риф и где есть берега а а здесь там глубины 4 сейчас наверно даже пять с половиной километров и откуда здесь барракуда вообще не ясно причем я вытягивал а потому что скорость появилась так у нас тут что-то происходит интересное а ну давай на борт вытянешь или здесь снимай барракуда с удовольствием отпустите но у вас как у меня и барракуды есть не хочу то я тоже не хочу ну у нас не хотите начать не стеклоотпогубцы может давай это барракуда или вахта что это барракуда барракуда если вахта то вопросов бы не было у меня барракуду в принципе ем ну зачем а если у нее сухотера нафиг первая рыба и барракуда такой ужас вахта нас тут как обычно заливает дождями и вот тучи они проходят нас обливает и уходят хорошо что здесь дожди короткие все-таки не идут часами а такое на полчасика пришел вылил и ждем следующий путь и ну это особенности зоны которая ближе к экватору потому что пока новая гвинея это как раз где-то где находится панама только только южнее экватора поэтому тут всегда идут дожди ну не всегда но сейчас сезон когда они идут и вот мы в этом сезоне подходим по новой гвинеи у нас сейчас ветра нету вообще скорость ветер мы дрейфуем в нужном направлении потому что топливо у нас осталось на три дня и у нас как раз три дня хождения поэтому нам нужно один день где-то выкроить мы ожидаем что он будет но тем не менее что здесь ты делаешь такое тифтельки прикольно можно когда не качают делать и тифтельки так народ смотрите что у нас что у нас эмоции переполняют вот там вот смотрите внимательно это земля папуа новая гвинея уже мы видим этот великолепный остров причем этот остров по размеру наверное как материк то есть огромная территория с горами с пресной водой и совсем совсем что только может быть ну что ну что увидели можно кричать земля народ прикол в том что до ближайшие земли 70 морских миль это может быть за счет того что низкий уэв индекс потому видно очень далеко но это первый раз когда так издалека я вижу горы здесь говорят горы до четырех километров то есть очень высокие но их уже видно 70 миль для берега ну за 30 миль видно стромболе в италии но он так еле еле видно а здесь 70 миль до берега 70 окном дельфины приплывут те большие красава дельфины дельфины видно как планктон цветет и желтые пятна это именно планктон что видно как течение несет у нас топливо совершенно стремится пустому факту у нас еще там есть какое-то количество но пришло время хотя бы еще одну канистру залить у нас останется еще одна 20 литров и еще 20 литров пойдет в бак потому что идти нам еще осталось сто двадцать восемь миль то есть где-то полтора дня но вот на тоненькую вот так вот нас встречает папуоновая гвинея это как раз вот фронт вот так вот он идет 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 и нам вот туда в общем здесь фронт выглядит вот так там нормальная погода видите вот тут начинается это вот все сбоку 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 вот это вот черное здесь чуть поменьше и вот там вот опять черное мы повернули на градусов 40 влево сейчас идем на солнце на край мы не понимаем как эти тучи идут они могут пройти с правой стороны мимо у нас там чуть-чуть зацепить а может быть и пройдут прямо через нас но мы попробуем от них немножечко удрать потому что очень не хочется чтобы это все вот сверху это все черное вот это вылилось нам на голову может быть уходит красиво как минимум такой драма sky это пальмовая в принципе не фатально маленькая но вот короче начали плавать бревна причем такого размера я не завидно вам а там вдалеке такой размером с лодку поэтому сейчас надо внимательно смотреть ну что мы уже подходим к папуоновой гвинеи сегодня будем у у нас и так где-то там 19 часов да да огромная прям огромная так что у нас скорость от 4 до 5 потому что идет какой-то непонятный свелл непонятно почему и непонятно откуда так у нас давление 10 11 это хорошо осталось нам 50 миль до порта морсбирь погода у нас солнечная классная вон уже видно все горы мы ведем вдоль посмотрите какая горная это попула в общем очень красивые места будем смотреть что здесь вообще интересного можно посмотреть но вначале нужно зайти будет в порт морсбе мы это вам все покажем так до входа в марину у нас 25 миль до захода в бухту 17 у нас сейчас два с половиной два часа 30 минут я думаю что заходить мы уже будем в темноте к сожалению тут с особых вариантов нету но мы сейчас идем вдоль попуа новой гвинеи здесь такие большие горы очень красиво но все это пустынно потому что попуа новая глинея это очень мало заселенная страна про попуа у нас будет отдельный выпуск мы вам расскажем что здесь в ту-3 а пока мы на подходе к порту морсбе и будем держать вас в курсе такая туча большая все тучи над землей очень много видно зелени много и горы высокие вот нам спереди 10 миль до поворота я думаю что мыс который видно нам за ним нужно будет повернуть направо а вот чуть правее тут даже высотные дома ничего себе так ну что сейчас будем связываться с мариной смотрим на что нам говорят вечер восемьдесят четыре папа янки чарли это попуа яхт-клаб их позывной мёртый папа янки чарли папа янки чарли цель инвестор мушу калин дюридми мёртый папа янки чарли попуа янки чарли Продолжение следует... 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 так ну все мы на якорь стали мы дошли завтра я покажу здесь куда мы стали потому что мы сами не понимаем и расскажу всю статистику за переход смотреть где мы стоим и так вот вход в марину марина кстати нельзя сказать что маленькая ну и небольшая там стоят такие достаточно приличные power боты кто-то катамаран стоит 50 плюс здесь военная база и там наверно бизнес-центр во всяком случае там отель мэриот и вообще все такое ночью светящиеся а днем просто стеклянная а вот там вот находятся трущобы и я так понимаю что эта часть города совершенно небезопасная там люди живут там из воды прямо стоят столбы и стоят домики которые из воды торчат то есть я думаю что там как раз эпицентр того зла о котором рассказывают здесь я на самом деле шучу мы не знаем то есть мы как нас за чекинят то будем узнавать что где здесь и как народ мы сейчас сделали оформление и мы прошли только что всю таможенную процедуру welcome to popolikini thank you guys very much короче таможенники на самом деле прикольные ребята попросил даже мой канал на него по моему даже подписался в общем в первой кабине перерыл вообще все каждый шкафчик посмотрел все внимательно причем эта кабина была самая пустая и видимо было это проще всего сделать а потом по всем остальным кабинам особенно наш склад он зашел посмотрел и сказал да ну его и так бегленько прошелся пооткрывал шкафчики и ушел теперь нам осталось эмиграция потому что карантин они вообще даже не приходили просто поставили где-то печать которую мы даже не видели пришли таможенники и сейчас у нас осталось только эмиграция и марина дима ты тоже должен так сделать обязательно там он за нами еще одна водка так ну что народ давайте подведем итоги потому что переход был вроде с одной стороны не сложный с другой стороны долгий и такой ну замучил у нас на самом деле вот своим вот этим непонятно чем короче давайте подведем итоги что произошло и и что случилось прогноз погоды и в начале был полностью соответствовал при подходе к попу новой гвинеи уже не соответствовал совсем где-то за три-четыре дня показывал ветер ветра не было но мы прошли 1400 миль из которых мы прошли 1400 миль за 17 дней с одной стороны долго но с другой стороны мы три дня стояли на честерфилд атолле из этого времени мы два дня шли на обычных стандартных парусах 7 дней почти немножко меньше мы моторили остальное время мы шли на больших парусах типа агенакера кодзеру и этими большими парусами мы пользовались по поломкам у нас в начале на выходе сломалась сенмея мы ее переделали у нас порвался передний парус хэдсээлл мы его заменили на запасной и уже на нем шли у нас есть запасной и это был сильный плюс у нас порвался спинакер просто за счет того что порвалась веревка мы его не смогли снять и нам нужно было его ремонтировать мы зашили дырки которые появились на якоре здесь мы их сейчас портим морсби и сдадим в ремонт и собственно все по топливу мы заправили 470 литров из которых 77 литров у нас осталось баки и того чуть чуть меньше чем 400 литров топлива мы сожгли из этого топлива это топлива дало нам возможность пройти 7 дней на моторе выходы заходы и все такое короче вот такая вот статистика еще отвалился у нас а из моего просто выдернули питание включили и он опять поднялся но ты такие мелочи которые просто имели мозг нам во время перехода в общем статистику вы поняли вот так прошел этот переход но он был без экстремальный а наоборот у нас поломки были за счет того что погода была слишком спокойная ветра было мало но были волны в общем теперь вы знаете больше народ мы пришли в royal папуа ях клуб иммиграция и марина это уже будет все завтра и мы сделали этот переход мы находимся в папуа новой гвинеи подписываемся на канал пишем коммент ставим лайк делимся этим видео и мы с вами увидимся уже на следующей неделе в этом видео я буду рассказывать вам про папуа новую гвинею и порт морсби то место в которое крайне редко заходят люди а еще реже об этом снимают пока